всем привет это пруфы и в эфире информационно аналитическая программа что происходит в башкирии в этом выпуске нищий назаров неженское счастье коррумпированная медтехника льготная ипотека все но можно успеть и многое другое прежде чем мы начнем я попрошу вас друзья поставить лайк этому видео и подписаться на этот наш канал в ю тубе спасибо второе лицо в башкортостанской власти премьер-министр правительства республики андрей геннадьевич назаров рискует остаться бедным или даже нищим и безработным ни много ни мало точнее мало ведь потому что вероятность такого развития событий конечно же ничтожно мало но она есть и сбрасывать ее со счетов тоже не стоит все и многое может что случится с чиновников в результате расследования уголовное дело вокруг аффилированы с ним группы компаний гаранель мой коллега рустам набиуллин порассуждал о будущем андрея геннадьевича и по мнению журналиста на фоне скандала вокруг уголовного дела владелец компании граны ильшата нигматулина все вероятнее становится перспектива того что премьер-министр свой пост может покинуть напомним официально уже сообщалось об уголовном деле в отношении совладельца граны ильшата нигматулина по подозрению в даче взятки в особо крупном размере по различным обрывочным данным взятка предназначалась могла предназначаться служащим налоговой службы за разрешение соответствующих проблем у компании налоговых проблем некоторые телеграм-каналы сообщали что сумма взятки достигала 350 миллионов рублей и можем предположить что размер скрытых налогов может достигать миллиардов рублей а причем здесь андрей назар спросите вы ильшат нигматулина не только партнер премьер-министра но и еще он женат на единственной сестре башкирского премьера это очень тесные связи как вы все понимаете с другой стороны уже не один наш собеседник предполагает что история с налогами уголовным делом по большей степени может быть искусственно на условиях анонимности сотрудницы гранели сообщила что вся вот эта вот разводка как она выразила со взяткой организована для охлаждения так скажем активы и дальнейшего поглощения компании однако интересантов она назвали отказалась группа компаний гранель по данным единого ресурса застройщиков занимать 17 место в списке крупнейших застройщиков россии в активной стройке у него сейчас находится 743 тысячи квадратных метров а всего в портфеле застройщика 6 больше си миллионов квадратных метров 600 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости гранель работает в первую очередь в московском регионе но в уфе у нее немало проектов это не только лесная симфония рядом с в днх экспо а есть информация что назарова приобрели еще один большой земельный участок в данном микрорайоне это их не единственный интерес к зеленой зоне уфы кстати участке возле в днх предположительно куплены у удачливого бизнесмена и депутата горсовета уфы иосифа марыча вместе с разрешением на строительство у него же говорят у марыча назаров забирает и торговый комплекс центральный известный как центральный рынок материальным или у моего коллеги подробно описано отношение андрея геннадьевича с главой республики радием хабировым который как считает автор достаточно ревностно к нему относится об этом может говорить например тот факт что назарова так долго мурыжили с назначением на должность на премьерскую должность и несмотря на то что двум властителям республики приходится терпеть буквально друг друга на еженедельных оперативках они сидят рука об руку вполне вероятно что таким образом ради фаридович издевается над предмьером заставляя целый час того просто так сидеть молча на оперативке а хабиров при этом раздает задание подчиненным назарова вот такой по политический кукол дизам происходит на наших глазах каждый понедельник то же самое кстати касается издеваться и нацпикер башкетского парламента константин борис тока чем который тоже неизвестно и непонятно что он там делает каждый понедельник высиживает непонятно что что касается судьбы андрея геннадьевича то тут разные варианты рассматривается конечно помимо того что он может остаться вообще бедным и без работы конечно нет как вариант он может занять место бориса титова и стать российским бизнесом-будсменом получив доступ к самому владимиру путину назаров может после того как потеряет пост премьера после выборов хабирова сентябре этого города года стать снова обычным бизнесменом ринуться в москву спасать свое детище ну как-то как группу гранель создавал в том числе и он почти половина 44 процента читателей телеграм-канал однажды башкирии считают что андрей назаров после выборов главы башкирии в сентябре 24 года уйдет из политики продолжит заниматься своим бизнесом 19 процентов полагают что он перейдет на работу в москву в качестве бизнес-омбудсмена а 13 процентов видит его губернатором одного из регионов почти каждый пятый 18 процентов думают что назаров станет безработным и бедным в комментариях подписчики предполагают что он может уехать за пределы нашей родины за границу ждать осталось совсем недолго скоро мы все это узнаем как сложится дальнейшая судьба андрея геннадьевича назарова правительственные газеты выводят на чистую воду медтехнику крупнейшее государственное издание российская газета обратила внимание на проблемы с национальным проектом здравоохранения который реализуется в том числе в башкирии отметив что имеется нарушение в освоении бюджетных денег публикации в российской газете а это официальный и печатный орган правительства российской федерации как известно просто так не появляются это очевидный сигнал руководителю администрации главы рб максиму забелину и директор медтехники рустаму аминеву сигнал приготовиться первыми расследования о финансовых возможных махинации при госзакупках которые фигурируют медтехника и аффилированные с ней лица выпустили именно пруфы долгое время на эти публикации федералы не обращали внимание ну или возможно шел процесс накопления фактуры российская газета отмечает что с 2022 по 23 год государственное казенное учреждение управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения республики башкорсан привело более 900 закупок на общую сумму 80 с лишним миллиардов рублей почти все 97 процентов контрактов приходится на 45 компаний индивидуальных предпринимателей при этом по данным сми минимум 23 из 45 компаний связаны между собой и подконтрольной ооо медтехника говорится в этой публикации конечными владельцами ооо медтехника является семья поляковых наиболее известным представителем является олег поляков совладелец холдинга питон который называет и продолжают называть королем госзаказов россии бизнесмена также связывают с близкими к президенту ротенбергами есть информация от осведомленных источников что поляков после того как над медтехникой как медтехникой занялись на федеральном уровне якобы даже открестился от аминева ранее он вероятно пользуясь своими связями в том числе силовиками мог ну как бы прикрывать директор медтехники и теперь очевидно что и аминеву изобильную придает придется вплыв выплывать из этой скандальной истории самостоятельно источники во властных руках башкирии говорят что ходят они сейчас очень грустными лицами мы следим как будут развиваться события с медтехникой продолжение этой истории явно не за горами а учитывая что в россии начались коррупционные чистки и добрались даже до министерства обороны то возможно над максимом забельным сгущаются по-настоящему черные тучки не тех национализируете как стало известно пруфом верховный суд российской федерации не принял документы прокуратуры башкирии касательно обжалование касационного определения арбитражного суда уральского округа в соответствии с которым все электросетевое хозяйство стерли тамака осталось частных а точнее московских и не только московских руках если быть точнее формулировках то еще 19 января этого года арбитражный суд уральского округа в екатеринбурге оставил неудовлетворенный касационную жалобу прокуратуры башкирии о признании недействительном концессионного соглашения о том что электросети второго города башкирии передаются на 50 лет в эксплуатацию частной компании а ст его теперь поставлена жирная точка несмываемого позора отечественной и государственной юриспруденции когда целая федеральная институция буквально пошла на поводу у бизнеса сращенного с республиканской бывшей и нынешней властью оставив в частных руках огромный кусок пирога под названием национальное республиканское достояние а вместе с этим куском пирога участникам олигархам достались миллиардные обороты и миллиардные же прибыли которые на протяжении следующих 50 лет не будут поступать в бюджет республики и не пойдут на строительство школ больниц дорог на выплату зарплат учителям врачам ученым эти деньги не пойдут на развитие нашего родного башкортостана очевидно что аналогичная участь ожидает электросетевое хозяйство салавата и шимбайского целого и шимбайского района которые тоже переданы концессию компании а ст а то кто стоит за этим предприятием включая действующего руководства республики платформа пруфы . рф писала в целом цикле материала почитать кто еще не особенно цинично и неприятно эта новость об окончательно проигрыша республиканской прокуратуры звучит на фоне недавнего скандала затеянного одним из депутатов госдумы который после доноса депутата уфимского горсовета и обвиняемого в коррупционных преступлениях вокруг предприятия башспирта артура хазегалеева пригрозил отобрать акцию владельцев компании уфанет гордости настоящей гордости республики башкортостан то есть что выходит народное избрание грозит отобрать у собственников флагман айти отрасли ведущие инновационные предприятия республики далеко уже не регионального федерального значения предприятия созданное с нуля не государственные без капли государственной помощи которая прославила реально прославила республику башкортостан при этом от государства в это же время отбрасывается передаваясь частные руки курица несущие золотые яйца и это в то время когда повсеместно в том числе и руководством страны декларируется необходимость всестороннего контроля за эффективностью использования государственных ресурсов ребят хочется задать вам вопрос может быть вы просто не тех пытаетесь национализировать к новостям экономики ровно месяц и несколько дней остались до того невеселого дня для мной что называется не успел или еще по каким-то причинам не смог с 1 июля 24 года заканчивается срок когда можно оформить льготную ипотеку по старым правилам на самом деле конечно же и семейная и даже льготная ипотека останется но касаться она будет лишь малой части жителей страны все остальные будут вынуждены кредитоваться и решать свой квартирный вопрос на общих основаниях и под высокий рыночный процент что пока еще есть пока есть льготная семейная ипотека по которой можно взять кредит на покупку жилья под 6 процентов годовых воспользоваться такими условиями могут семьи с одним ребенком который родился с 1 января 18 по 31 декабря 23 года то есть в возрасте до 6 лет семьи с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет или с ребенком с инвалидностью эти условия семейной ипотеки заканчиваются 1 июля текущего года президент владимир путин поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года и федеральное министерство финансов вроде как бы планирует исполнить поручение главы государства а как иначе но есть нюанс для подавляющей части семей желающих оформить ипотеку которая раньше подпадали под 6 процентные условия ставка вырастет в два раза до 12 процентов что кажется конечно же для десятков тысяч семей в масштабе всей страны отодвинет мечту в виде собственной квартиры за недосягаемые горизонты чиновники говорят что льготная программа свою задачу выполнила и пришла пора повышать ставки мы поговорили с нашими экспертами экономистами всеволодом спиваком и рустемом шахмедовым они говорят что во-первых повышение ставки процесс хоть и болезненный но для экономики он необходимый и практически в один голос оба эксперта говорят о том что если вы подходите под условия льготной пока еще ипотеки то за оставшийся месяц до повышения ставок лучше поторопиться чтобы успеть чтобы узнать как ситуация изменится на практике то есть на наших ваших кошельках я попросил своих друзей из группы компании третий трест просчитать во сколько выльется ипотека при ставке 6 процентов и при ставке 12 процентов если не успеть оформить ипотеку за оставшийся месяц разница надо сказать очень впечатляет смотрите сами если вы сегодня оформите в ипотеку микрорайоне яркий квартиру 62 квадрата ежемесячно вы будете платить по 34 тысячи рублей но уже с 1 июля этого года ежемесячный платеж вырастет до 58 тысяч в жека эдисон при покупке ипотеку квартиры сегодня каждый месяц вы будете платить по 36 тысяч рублей а уже с 1 июля вам придется выдавать по 61 тысячи а если вы сегодня купите квартиру микрорайоне республика площадь 51 квадратный метр то ежемесячный платеж с 1 июля увеличится с 32 тысяч до 61 тысяч рублей сама квартира концу ипотеки станет естественно дороже причем через месяц переплата увеличится на 8 10 миллионов рублей деньги очевидно не лишние которые можно направить на различные цели образование детей автокредиты еще на десяток нужных целей так что друзья решать вам похоже наша многострадальная набережная реки белая будет страдать еще долго точнее конечно же не сама набережная мы у финцы будем страдать еще долго от того как власти республики да и города тоже посредством этой набережной над нами откровенно издеваются мало того что в нее в бетон буквально залили 13 миллиардов рублей так и не построив набережную для людей так с ней продолжает вытворять немыслимое про то что на набережной уже начали строить колонаду как в сухуме знают все так сейчас стало известно что на набережной планируют построить самые большие бани в уфе комплекс будет называться городские парили на запарили уже весь город предполагалось что на проект потратить 650 миллионов рублей впоследствии он позволит трудоустроить 180 человек но со временем ценник вырос более чем в три раза теперь на благоустройство до строительства потратят 2 миллиарда рублей об этом стало известно на инвест часе с радием хабирова в начале мая этого года а трудоустроит уже порядка вы двухсот человек предполагается что площадь комплекса состоит три тысячи квадратных метров там будет значит три бани спа два бассейна холодные теплые а также рестораны традиционные современные кухни вроде звучит неплохо конечно же да известно что главным инвестором проекта станет алик рутюнян согласно данным сервиса проверки контрагентов руспрофайл специально для этой идеи 24 27 мая марта 24 года было создано городской ого городские парили на башкорту стану основным видом деятельности заявлено физкультурно оздоровительная как иначе руководителем компании выступит 32-летний анис алдави который также возглавляет тюменское о авроры этой компании с 19-го года занимается строительством бань и является материнской друг для других аналогичных бизнесов уже существует . в тюмени городские парильны в планах открыть еще одну в том же городе также в курганской области городские парильни кургана теперь она будет эта компания главенствовать над городскими парильнями башкорту станом друзья а я напомню если вы забыли то почему уфимская набережная так и не стала полноценной набережной на которой есть куча мест для отдыха кафе туалеты как и должно быть как то есть других городах с прекрасными набережными к нашей набережной не подведена вода и канализация это проблема уже многих лет на которые властью фейбашкирии похоже положили большой болт и вот теперь баня как ее планируют там построить если туда не подведена вода подведут за счет бюджета чтобы парильщики и банщики зарабатывали свои миллионы да а что дальше гигантскую химчистку на набережной поставят ну чтоб деньги отмывать к примеру уважаемые власти башкорта стану и уфы может быть вы просто уже отстанете от этой несчастной набережной оставите ее и всех нас в покое пусть уже будет так как есть хуже не надо моя коллега ирина мельникова зашла в ту дверь и увидела много интересного посетив на менее мероприятие под названием территория женского счастья и подготовила оттуда интересный репортаж территория женского счастья это когда в одном здании в одном месте собираются богатые леди и свиты коренные хабировой супруги главы башкорта стану владельцы частных клиник так называемые элитные психологи не различной масти они воркуют смеются а потом разбегаются после фотосессии стараясь не обращать внимание на простолюдинок с другой стороны суда по одиночке стекаются простые женщины они смущенно жмутся по углам рассматривают картинки участвуют себя не в своей тарелке движутся в сторону бесплатно консультации к врачам ведь только там они могут найти понимание для этих несчастных женщин там даже проводят немыслимо конечно гинекологические медосмотры да не в отдельном кабинете как должно быть до всего лишь за ширмы с челочкой но зато бесплатно вообще как делится впечатлениями моя коллега контраст зашкаливал как внешне проявляющийся в одежде аксессуарах от гуччи и дешевых магазинах масс-маркета так и внутренней кто-то пришел потусоваться среди своих а кто-то пришел бесплатно померить давление на мероприятие можно было почувствовать расслоение общества во всей красе и полноте богатые дамы больше интересовались выставками картин различными мастер-классами саморазвитием простые женщины напротив просто хотели получить бесплатную квалифицированную медицинскую консультацию и при этом как первые так и вторые вероятно чувствовали себя не своей тарелки очень показательно впечатление одной молодой уфимки которая чтобы было полное понимание происходящего я полностью процитирую ты приходишь на территорию женского счастья и видишь гламурных леди которые в дорогих пиджаках с улыбками на накачиваем гиалуронкой лице говорят друг другу как прекрасно быть женщиной они воркают целуются в щечки а ты пришла первый раз ты никого там не знаешь и ты вроде пытаешься быть соучастниц и причастны к их счастью и тебе завидно и неуютно одновременно это как бы твоя мечта быть такой же жить в этой красоте но вот она ты отражаешься в зеркале и там серая мышь клуша в дешевой одежде и с большой потеркой дерматиновой сумкой за 2000 ты нищета ты несчастная хочется взять и уйти неужели только пришли туда не почувствовали плевок в их сторону что вот есть другая жизнь где светские леди стараются даже не смотреть твою сторону чтобы не заметить ту жизнь которую они не хотят видеть нищету боль депрессию простой женщины конец цитаты ну что тут сказать если по мнению наших властей в этом женском счастье и есть женское счастье в разделении людей и возможно неумышленное но реальное унижение женщин то мне добавить нечего стыдно властям должно быть хотя о чем я говорю кстати вот что интересно она всей этой территории женского счастья обсуждались и обсуждалась ли тема 7 или ведь это к сожалению башкор то станет довольно распространенная беда в том числе среди представителей власти обсуждалась ли эта тема это проблем или нет это конечно риторический вопрос все все поднимают начиная с предстоящих выходных и на протяжении всей следующей недели на команда журналистов пруфов будет работать в зауралье одном из самых проблемных районов республики башкортостан районов богатых полезными ископаемыми которые добываются в том числе варварскими способе не щедящими ни природу не людей нам уже обратились жители нескольких деревень которые длительное время страдают как от крупной частной компании у гомка такая черных золото искателей которые добывают ресурсы уничтожая землю и не проводят должную рекультивацию земель и очистку воды наша задача добиться справедливости местные жители не должны страдать от деятельности частных структур ведущих вот такую вот варварскую добычу ресурсов на наших землях в том числе золото и меди необходимо добиться того чтобы компании обязались возмещать местным жителям нанесенный экологический ущерб дети живущие там должны получать качественное образование на местах жены мамы бабушки должны получать качественную медицинскую помощь дороги должны быть ровными у региона есть для этого ресурсы для процветания журналисты редакции профи.рф посетят самые болезненные точки башкирского зауралия в баймакском училинском абзелиловском и хайболинском районах наша цель стать посредником между вами и федеральными органами власти которые могут и должны услышать вас мои коллеги также посетят семьи участников сло чтобы они рассказали как соблюдаются указания владимира путина по мерам поддержки семей контрактников и мобилизованных друзья это очень важная работа стала возможной прежде всего благодаря вашей поддержке мы благодарны вам за то что вы не остались равнодушными к проблемам нашего родного башкортостана начиная с сегодняшнего дня с пятницы и все выходные на советской площади прилегающих улицах будет проходить вторая так называемая международная книжная ярмарка китаб байрам хотя как он международном статусе можно сейчас говорить я конечно не понимаю как не понимают того зачем за несколько дней нужно было перекрывать улицы создавая немыслимые так как обычные неудобства для уфимцев в городе много локаций понимаете где китаб байрам прошел бы с таким же успехом ну там например парк гафурии или обновленный садо имени аксакова или вот также обновленный парк нефтехимиков показали бы гостям города прекрасные виды черниковки без перекрытия парковых аллей естественно также не понимаю еще одна вещь вот смотрите китаб байрам достаточно посещаемые мероприятия туда приходят люди семьи с детьми туда приходит много людей я помню еще по прошлогоднего мероприятию тогда зачем заставлять через школьные и другие чаты людей идти туда а потом отчитываться перед начальством вот для чего это нужно зачем нужно нервировать людей издеваться над ними по-другому никогда так получается снова одни риторические вопросы друзья я хочу обратить ваше внимание на то что благотворительный фонд из гелек реализует собственный мерч футболки свитшоты и многое другое с жизнеутверждающими вот как у меня надписями выручка идет на помощь людям покупаем мерч благотворительного фонда из гелек вы приобретаете не просто модную красивую одежду но и оказывайте посильную помощь тем кому она так нужна посмотрите выбрать мерч можно по qr-коду и ссылки на магазин друзья подписывайтесь на наш канал в ю тубе а также на наши телеграм-каналы профы и однажды в башкирии чтобы всегда быть в курсе происходящего ничего не пропустить я желаю вам здоровья и благополучия увидимся на следующей неделе пока